Вы знаете, что когда мы приходим к Богу или когда мы посвящаем свою жизнь Господу для того, чтобы служить Ему, Бог возлагает на человека определенные обязанности. Вы знали про это, да? У каждого христианина есть определенные обязанности. Например, какие обязанности у мужа? У мужа христианина, у мужчины, который имеет жену и который является настоящим христианином, какие у него обязанности? Библия говорит нам о том, что мужчина, его обязанности – любить свою жену как самого себя. Это его обязанность. Есть обязанности у жены, жены христианки. Вы знаете, какая обязанность? Быть послушной, покорной своему мужу – это тоже обязанность. Вы знаете, у верующего человека вы не можете так сказать, что у меня нет никаких обязанностей. Иногда люди так думают, ну вот я пришел ко Христу, теперь у меня никаких обязанностей нет, я теперь во Христе, живу как хочу, поступаю как хочу, как плаваю в такой в свободе. Нет, это неверное и неправильное отношение к жизни. Но когда мы приходим ко Христу и приходим по-настоящему, приходим к Нему как к Господу, вот вы знаете, мы же обращаемся и говорим «Господь». Что это значит? Это означает, что Бог является для нас не просто Отцом, Он является для нас не просто Богом, который сотворил небо, звезды, море, Тот, Который творец творения, но Он также является нашим Господом. Господом – это значит, мы приходим к Нему как к Господину. Это значит, что мы приходим к Нему в смирении, покорности, и мы являемся Его слугами. Я слуга Твой, я служитель Твой. И очень часто, когда мы читаем с вами послания апостола Павла и Петра, эти люди, на которые мы смотрим, берем их в пример их жизнь, они очень часто, практически в каждом послании, они пишут «Я раб Господа Иисуса Христа». Раб Господа Иисуса Христа. К сожалению, вот это вот понятие, оно как бы сегодня в современном христианстве, оно стирается. Мы как бы не хотим быть рабами Господа Иисуса Христа. Мы хотим в основном, чтобы вот Господь нам прислуживал. Вот пусть Он нам прислуживает, пусть Он ноги нам умывает, пусть Он нас благословляет, пусть Он нас исцеляет, а мы вот будем плескаться в лучах Его света, Его святости, Его чистоты. Это неправильно. Если Господь нас призвал, и если Господь по-настоящему является нашим Господом, не только Спасителем, но и нашим Господом, то Бог в таком положении возлагает на каждого христианина определенную обязанность. И не одну обязанность, а этих обязанностей очень много в нашей жизни. Поэтому пусть Господь нас благословит, и чтобы мы это осознавали, чтобы мы понимали, вот то, что Бог, Он не просто восполнитель наших потребностей, но Он Господь, который поручает нам определенное дело, который дает нам эти определенные обязанности, и мы должны исполнить их, быть верными рабами, быть верными послушными слугами Господа нашего Иисуса Христа. Аминь, друзья. Аминь. И сегодня я бы хотел вам показать вот одну обязанность, которую Господь возлагает на каждого искренне верующего человека. Вот когда я готовил эту проповедь, Господь обличил меня, потому что я даже в таком положении, уже вроде бы пастор, но я не всегда исполняю эту обязанность. Итак, давайте мы прочитаем с вами текст, первый текст, сегодня, наверное, два текста мы будем размышлять над Божьим Словом. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, мы будем читать с вами с 16 стиха. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Итак, друзья мои, братья, сестры, вы видите, черным по белому написано, обязанность. Моя обязанность, пишет апостол Павел. Что же это за обязанность? Благовествовать. То есть, а что такое благовествовать? Благовествовать – это говорить людям о Христе, говорить людям о надежде в Иисусе Христе, говорить людям о том, что Христос для них единственная надежда, возможность обрести мир, радость, жизнь вечную. Благовестие дает возможность человеку покаяться в своих грехах, иметь наследие во Христе Иисусе, быть с Богом. Вот это и есть благовестие. И мы видим с вами, апостол Павел говорит, необходимая обязанность моя – благовестие. Когда мы читаем Божье Слово в контексте, мы можем увидеть, что очень много Господь побуждает нас к тому, чтобы мы, уверовавшие в Иисуса Христа, чтобы мы благовествовали, чтобы мы рассказывали людям о Христе. И Он возлагает на нас обязанность. Это наша обязанность. Знаете, друзья, почему мы уверовали, почему наша жизнь преобразилась, почему мы приняли Иисуса Христа? Потому что кто-то в нашей жизни благовествовал. То есть кто-то принял на себя вот это обязательство и исполнил его. И мы услышали вот эту благую весть. Она что-то произвела в нас. Она затронула наше сердце, нашу душу. И мы обратились к Господу, получили прощение грехов и жизнь вечную. Обязанность. Библия говорит нам и учит, также апостол Павел пишет, он говорит, человеку нужно уверовать, но как он может уверовать и спастись, если он не услышит? Человеку, чтобы уверовать и, соответственно, спастись, ему нужно услышать, ему нужно, чтобы кто-то сказал ему о Христе, ему нужно, чтобы кто-то донес ему вот эту благую весть, надежду на спасение во Христе Иисусе. Обязанность. Братья и сестры, я хочу вам сказать очень серьезно, это наша обязанность. И он даже, посмотрите, он говорит, здесь нечем хвалиться. Абсолютно нечем хвалиться, потому что это ваша обязанность. Вы знаете, глупо будет, да? Если муж вдруг будет хвалиться, а я вот люблю свою жену, я люблю ее вот так, и вот так я ее люблю, и вот так вот я о ней забочусь, и купил ей вот это, и вот это. Ну, как-то глупо, да? Но это твоя обязанность. Ты должен это делать. Без этого никак. Или жена, она в таком же случае, она тоже будет глупо выглядеть, если она будет говорить всем и хвалиться, вот я своему мужу покорно, я вот слушаюсь его, я его уважаю. Это тоже как-то, это естественно, оно должно быть. И поэтому Павел пишет, вам нечем хвалиться, если вы проповедуете, благовествуете людям. Вот я благовествовал и там, и там. Ну, молодец, хорошо, но здесь нечем хвалиться. Это твоя обязанность, как христианина. Господь возложил на тебя эту обязанность. И эта обязанность будет сопровождать тебя до конца твоей жизни. Обязанность, которую... Ну, как, когда мужчина берет замуж женщину, и женщина выходит замуж за мужчину, никакие они слова говорят пред Господом. Я буду любить тебя, пока смерть не разлучит нам. Правда? Я буду послушно, буду повиноваться тебе, буду покорно уважать тебя, до каких пор, пока смерть не разлучит. Они должны сохранять эту обязанность, стремиться к этому до конца своей жизни. Аминь. И вот эту обязанность, которую Господь возложил на нас, на людей верующих, благовествовать, Он возложил ее на нас до конца нашей жизни. И это наша обязанность. Но я вам хочу сказать, когда человек не выполняет свою обязанность или обязательство, что происходит с ним? Что происходит в той семье, если муж перестает соблюдать то, что он обещал у алтаря, и жена перестает выполнять те обязательства, которые она обещала ему в присутствии свидетелей и Господа? Что происходит в такой семье? Происходит сначала разлад, теряется мир, приходят какие-то в жизни проблемы, трудности. Наши дети, они страдают от этого. Они же видят, они же чувствуют атмосферу. Они начинают... То есть приходят проблемы, это правда. Если на работе вдруг вы работаете, да, вот кто работает в каком-то предприятии, то есть какие-то обязанности, да, есть обязанности какие? Если вы не будете выполнять их, что произойдет? Проблемы возникнут. Это правда. Посмотрите, что пишет апостол Павел. Он говорит, горе мне, если не благовествую. Смотрите, за неисполнение обязанностей, которые Господь возлагает на верующего человека, на христианина, который посвятил себя на служение Богу через водное крещение. Он говорит, что если вы уклоняетесь от этих обязанностей, не ждите ничего хорошего. И я вам скажу, скажу вам, что те, кто благовествовали хотя бы хоть раз, рассказывали людям о Христе, они могут засвидетельствовать, что это удивительное такое переживание. Ты вдруг наполняешься какой-то радостью, ты вдруг наполняешься каким-то миром, что ты мог, мог донести, мог передать вот это доброе слово, весть о спасении, ты мог донести до человека, и ты исполнился какой-то радостью. Вы понимаете, о чем идет речь? Такое какое-то удовлетворение, день прожит не зря. Ты понимаешь, это как христианин. О, удивительно видеть, когда вдруг человек, он отзывается на ваше благовестие, он соглашается с вами и говорит, слушай, ну давай помолимся, я хочу принять Христа, я хочу покаяться в своих грехах, я хочу начать новую жизнь. Тогда мы вдвойне становимся счастливыми, потому что душа погибающая, она обрела спасение. Но как можно, как часто можно увидеть много таких унылых христиан, они завязли в своих каких-то проблемах, завязли в своих каких-то переживаниях, трудностях, они совершенно оставили свою обязанность пред лицом Господа. Мы должны понимать, что мы с вами здесь, и мы познали Господа, потому что кто-то выполнял свою обязанность. И так мы видим, апостол Павел нам говорит, горе мне, если я не благовествую, ибо это необходимая обязанность, обязанность моя. Давайте теперь прочитаем следующий стих, это 17-й стих. Здесь апостол Павел, он продолжает речь о благовестии, и он говорит, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. Посмотрите, дальше апостол Павел, он показывает нам о том, как нужно благовествовать, и как он, как он, к чему он подводит, он говорит, я должен это делать добровольно. Что значит добровольно? то есть правильное благовестие, оно добровольно, что это значит? Добровольно, оно состоит из двух слов, воля, добра и добро, добрая воля, то есть я делаю это не потому, что надо, не потому, что там церковь выделяет мне какие-то средства для этой работы, поехать и благовествовать, или еще что-то, не потому, что я получаю поддержку, а церковь, она участвует в благовестии, некоторые люди имеют какую-то определенную поддержку финансовую, но я делаю это добровольно, мотив совершенно другой, и он, и он говорит, если я делаю это добровольно, то буду иметь награду, посмотрите, если я не выполняю свою обязанность, в данном случае благовестия, в мою жизнь, ты не жди ничего хорошего, хорошего не придет, но если я добровольно выполняю эту обязанность, если я ищу каждый день, чтобы кому-то благовестить, я понимаю, что Бог возложил на меня, как на христианина, нести эту благую весть погибающему миру, людям, которые живут вокруг меня, с которыми я соприкасаюсь, если я выполняю это благовестие, делаю это добровольно, то есть с доброй волей, то Библия говорит, я буду иметь награду. Благовестие, оно всегда несет добровольное благовестие, оно всегда несет за собой награду. И он здесь пишет, еще, еще я повторюсь, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение. Еще мы можем, глядя на этот стих, увидеть, что благовестие это вверенное служение. Господь не просто возложил на тебя обязанность, но Он вверил тебе еще и служение. И очень часто люди спрашивают, а как я могу служить Господу? А вот сейчас вот эта пандемия, мы тут так сладко пели в прославлении, так нам было хорошо, а сейчас нет репетиции, что нам делать, как нам быть? Но мы видим с вами, что Господь благовестие называет служением. И если ты благовествуешь, ты можешь делать это как служение Господу, служить Господу. Я служу Господу, я нахожу время, я нахожу силы, я нахожу средства, чтобы нести благую весть, чтобы благовествовать людям. Я служу Господу. Поэтому пусть Господь нас, братья и сестры, благословит. И если я служу Господу, благовествую, делаю это добровольно, выполняю эту обязанность, которую Господь возложил на меня, и ищу, ищу вот это время и возможность. Библия говорит, что ты получишь награду. За благовестие Господь награждает человека. Слава Иисусу Христу! Дальше я хочу вкратце прочитать и немножко, чтобы контекст был виден. Апостол Павел пишет 18 стих, за что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно. То есть, посмотрите, он говорит, человек получит награду, если он проповедует о Христе. Это тоже очень важно. Мы видим, как должно совершаться благовестие. Мы очень часто благовествуем так, придите в церковь. У нас в церкви так хорошо, столько служений, и реабилитационный центр у нас, и у нас и для глухих есть, и чего у нас только нет, и кормление есть, приходите в церковь. И ни слова о Христе. Но благовестие, оно именно указывает на Христа благовествовать, о Христе. И в слове «Христос» очень много сокрыто. Это и прощение во Христе, и жизнь вечная, и доступ к Небесному Отцу, и так далее. Поэтому благовестие, благовествовать о Христе. И как? Безмездно. То есть, не ища какой-то корысти. Я помню, как-то брат один, не так это было рядом, давно подошел как-то. Вот я хочу благовествовать, хочу ездить и благовествовать, но мне надо на бензин, и мне надо, чтобы автомобиль, еще амортизацию. Но я вам скажу, апостол Павел говорит, ну даже и в таком случае, если благовестие распространяется, хорошо. Но человек такой не получит награды. То есть, он просто выполняет веренное служение. Потому что он за благовестие требует у церкви оплату. Но если он делает это безмездно, то есть, он говорит, Бог дал мне машину, пусть она служит, Бог усмотрит. Бензин, ну, решим что-нибудь. То Библия говорит, он получит награду. И я верю в то, что всякое благовестие, оно Богом оплачивается. Я помню, Игорь Корзик, может быть, вы его, кто-то знает его. Это брат такой, Бог спас его чудесным образом. Освободил его от наркотиков. Наркоман был заядлый, тут так в кавычках. А однажды они укололись компанией своей и попали в аварию. И в аварии ему перебило ногу. И ему ампутировали ногу. И вы увидите, он ходит, ездит на автомобиле, но так с виду не скажешь, что он без ноги. И вот он пришел в церковь. Вы знаете, Господь чудесно изменил его жизнь. Освободил его от наркотиков, алкоголя. Сейчас он женился на Светлане, тоже девушка прекрасная. И ребенок у них, Фома, воспитывает. И вот Бог чудесно изменил его жизнь. Я помню, он рассказывал, так было в период, он очень жаждал благовествовать. И он брал, не мог ходить, ну так особо. И он находил себе место, и брал плакат, на плакате рисовал какой-то текст из Библии. И вставал на перекрестке, обычно, на четвертой рабочей он стоял там. Вы знаете, что удивительно, что этот парень, он раньше, ну как, когда употреблял наркотики, то он был как карманный вор. То есть он воровал в автобусах, на рынках у людей деньги, за это он кололся. И вот Бог его изменил, он стоит на четвертой рабочей с плакатом. И он рассказывал мне, говорит, человек подходит пьяный, мужик пьяный подходит, говорит, кошелек открывает, и мне, говорит, пятитысячную купюру. Я, говорит, смотрю, ну он, видать, с вахты мужик, на надпись-то внимания не обратил, думал, что Игорь что-то просит, знаете, с картонка, что-то просит. И ему пять тысяч. И так кошелек, говорит, открыл, там этих пятитысячных купюр, пачка. И он такой подвыпивший. И Игорь говорит, да не надо мне. А сам, говорит, думаю, думаю, это ж надо, как Бог изменил меня. Раньше, говорит, мы таких искали, чтобы хлопнуть. А здесь, говорит, он раскрывает мне все. Достает, говорит, на пять тысяч. А я его уговариваю, спрячь, спрячь кошелек, иначе сейчас кто-нибудь увидит тебя за углом, ограбит. И он пришел, так пять тысяч эти и не взял. И я его здесь ругал. Я говорю, Игорь, мы бы хоть маркеров бы купили на пять тысяч. Зря, говорю, ты не взял. Бог может, благословлял тебя. Насколько Бог может изменить человека? Это чудесно. Но я верю в то, что Бог так же может, если человек благовествует, если человек совершает свою обязанность перед Богом в семье, муж и жена, если они будут исполнять свои обязанности, Бог благословит такой брак, такую семью. Нужно поднатужиться, правда? Жене нужно быть покорной, а то ее сущность греховная часто вылазит, не хочет быть покорной. Мужчина тоже себя начинает любить больше, чем жену. Тоже это греховная сущность. Я. И где-то нужно себя придавить. Но когда муж и жена выполняют свои обязанности, не так, вот пусть он меня сначала, а потом я. Нет. Когда оба, тогда приходит Божье благословение. И точно так же, если мы в благовестии исполняем свою обязанность, Бог благословляет такого человека, благословляет его. И он заботится о своем, ну, о своем деле, о своем обязанности. Слава Иисусу! Поэтому, друзья, Библия говорит, что благовествую, выполняя обязанность благовестия, мы получим награду. Если жертвуем для этого временем, силы, если жертвуем на это средство, мне очень нравится, что у нас, слава Богу, есть такие проекты, которые, евангелизационные, на которые люди жертвуют, и Бог благословляет. Слава Господу! Ну, теперь я хочу показать вам конкретный пример. Вот то, что говорил апостол Павел, то, что он говорил, вот так он и жил. Я хочу показать вам сегодня, что мы, как церковь, в большинстве своем, я про нашу сейчас церковь говорю, в большинстве своем, хотя мы очень активная церковь и такая евангелизационная церковь. И, наверное, наша церковь дала миссионеров больше, чем любая церковь, находящаяся в городе нашем, я уверен. Но все равно мы скатились, за какой-то период времени мы скатились в обочину. Мы не совсем, ну, как бы, мы не совсем до конца понимаем, что мы не выполняем обязанность нашу, как люди верующие, как христиане, до конца. Я хочу вам показать один пример, чтобы мы пересмотрели нашу жизнь, что-то, возможно, исправили. Давайте мы откроем эта книга «Деяния апостолов». 17-я глава, вообще очень интересная книга, глава. Я советую прочитать ее всем. Апостол Павел здесь, они пришли в Офсины, город был наполнен идолами. И там в Афинах они проповедовали, рассказывали о Христе. И как это происходило, я хочу вам показать. Давайте мы из 15-го стиха мы прочитаем с вами. 17-я глава, Деяния, 15-й стих. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и получив приказание к Силии и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идола. Посмотрите, что обязательно должно присутствовать в благовестии. апостол Павел пришел в Афины. Он увидел город полный идолов. Идолопоклонство было, что он сделал, что произошло с ним. Он возмутился духом. Знаешь, дорогой друг, брат и сестра, если в благовестии, глядя на то, что происходит, ты не возмущаешься духом, что-то не так. Наша реакция на окружающий мир, на тьму, она должна быть однозначна. Ты не можешь сказать, что у нас все хорошо, что у нас на Московке все хорошо, что в нашей стране все хорошо, что в моем подъезде ты не можешь так сказать, потому что если в твоем подъезде или на твоей улице есть еще неверующие, неспасенные люди, утопающие в грехах, пока ты можешь видеть молодежь, здесь употребляющие наркотики, живущие вот этой развратной жизнью и глядя на это, ты не можешь сказать, что все хорошо. Внутренне апостол Павел, он пришел в этот город, он начал смотреть на обстановку, на ситуацию, которая была в этом городе и он первое, он возмутился духом, он увидел это беззаконие и он возмутился духом. Теперь посмотрите дальше, 17 стих. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Синагога, то, что удивительно, иудаизм в то время был распространен, даже в Афинах, в языческом городе была синагога. Вы знаете, евреи посещают синагогу когда? По каким дням? Суббота. Для еврея суббота это святой день. В это время все евреи приходили, они приходили, чтили Бога и приходили тем самым в синагогу. И что делал апостол Павел по субботам? По субботам апостол Павел приходил в синагогу и что он делал там? Он рассуждал с иудеями. То есть в синагоге по субботам он приходил и с иудеями там он рассуждал об Иисусе Христе. Он видел, что эти люди чтят Бога. Он приходил и там с ними рассуждал. А что он делал в понедельник, вторник, среда, что он делал в четверг, в пятницу, в воскресенье? В эти дни что он делал? То есть сегодня воскресенье. Это день, когда христиане чтут своего Господа, Иисуса Христа, который воскрес, воскресенье. Мы, христиане, с вами собрались, чтобы чтить Господа. и мы с вами здесь общаемся. Да? О Господе говорим или о том, крышу накрыл я в доме или нет. Мы с Володей тут перед началом. Про крышу нам о Господе надо, а мы про крышу. Мы приходим сюда о чем? О Христе мы говорим или о чем-то другом, что заполняет наш разум. А вот мы видим пример. Он по субботам он был в синагоге и там разговаривал о Христе. А другие дни чем он занимался? Чем другие? Вот мы сейчас собрание у нас да, здесь хорошо, мы прославили Господа, спели, помолились. Сегодня еще проведем время с семьей, с детьми, отдохнем, да. А завтра что мы будем делать? А во вторник? А в среду? А в четверг? А в пятницу? А что делал апостол Павел? Для него это была обязанность. Он знал, что это, он понимал моя обязанность. И что он делал? Посмотрите, ежедневно, каждый день, он был на площади со встречающимися, каждый день он искал возможности выполнить свою обязанность пред Богом. Выполнить свою обязанность, которую Господь возложил на него. Каждый день, братья и сестры, каждый день он искал возможность благовествовать, рассказать об Иисусе Христе. Каждый день. А что происходит с нами? Просыпаясь утром, завтракая, читая Библию, молясь, идя на работу, совершая какие-то дела, имею ли я в своем сердце желания, Господь, дай мне возможность сегодня выполнить, исполнить ту обязанность, которую Ты возложил на меня, как на христианинах. Я хочу быть верным рабом. Молюсь ли я? Ищу ли я эту возможность в каждом дне? Или только воскресенье мне достаточно? ежедневно. Потом, друзья, вы не спрашивайте тогда, ну, что у меня вот в жизни? Почему у меня что-то не так? Что-то не то? Но Библия говорит нам, если мы не выполняем свою обязанность, если мы не ищем этого, чтобы ее исполнить, горе нам. Ну, так сказано. Поэтому мы должны, во-первых, молиться и просить у Бога, Господь, дай мне, дай мне возможность и быть готовым. Помните, мы, по-моему, на предыдущем воскресенье мы говорили о том, что Господь дал оружие противостоять дьяволу духовным силам. И одно из оружий там написано обуть ноги. Во что? Готовность благовествовать мир. Мы должны быть готовы, мы должны быть в этих, в этой обуви, в этой готовности благовествовать, спать. есть, работать, ходить, жить. Готовность и молитва, Господь, я готов. Среди всей этой рутины нашей жизни, суеты, работ, дел, болезни, всяких проблем, которых хватает, мы должны быть готовы. Господь, я готов. Вот я, я готов. Дай мне возможность. И если я готов, я прошу у Бога возможности, Бог обязательно даст вам. Почему? Потому что Бог заинтересован в том, чтобы Его Слово распространялось, чтобы Евангелие пришло в жизнь каждого человека, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И Бог будет делать все возможное, чтобы это совершил. И бензин будет у тебя, и все будет. Я помню, как у нас в церкви одна семья. Я вот никогда не забуду. Они молились Богу и говорили, Господь, дай нам квартиру. Мы будем нашей квартирой служить Тебе. Они так молились, мы будем служить. И я так еще со стороны думал, ну знаете как, обычно люди просят, Бог дает им квартиру, а потом они то ремонта нет, то то не так обои поклеены, какие-то вот, я так на них смотрел, а они уже два раза расширились. Два раза, то есть у них была одна квартира, Бог им дал, потом, а сейчас другая квартира, в два раза, два раза больше, в два раза расширились. Уже и ребенок у них, и их квартира продолжает служить Господу. Они уезжают, в отпуск и ключи вот так вот раз и отдали. Кто-нибудь так может делать в своей квартире так в отпуск уехать и ключи отдать? Ну Павловы так делают. Бог благословляет человека, это правда. Жить с Богом это удивительное приключение, путешествие, потому что, когда ты готов благовествовать, когда ты готов служить Господу, Бог будет тебя в разные ситуации помещать. Ты будешь сталкиваться с разными людьми в этой жизни. Бог будет проводить тебя во чреве кита. Слава Иисусу! Чрево кита. Вы знаете? Книга Ионы. Пусть Бог благословит нас, дорогая церковь. Чтобы мы помнили, благовестие, это наша обязанность. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...